всем привет привет меня слышно я надеюсь так окей тогда начинаем я не знаю насколько у меня нормально видно так окей да да отлично спасибо в общем сегодня будем учиться писать бота на питоне я смотрю там в чате опять и этот ваш питон я так понял вы уже не первый раз с этим связывайтесь так будем писать бота для vk для группы vk это так самое простое с чего можно начать написание ботов на самом деле вообще вот для начала нам в общем то нужна группа вконтакте чтобы и бот создать и я покажу давайте сейчас настройки какие-то основные какие нам нужно сделать в этом тут раз не россии даже делали надо же но окей но я все равно буду рассказывать как будто вы слышите про питон первый раз про языки программирования первый раз сейчас я мы настроим групп сначала потом расскажу немножко по питон и по коду вот и как установить и так далее так сначала нам нужно создать сообщество естественно вот у меня уже есть несколько я создавал потому что ботов ну любое любой тематике можно просто публичную страницу тематическое сообщество вот какое-нибудь название котики котики я надеюсь к нормально видно вот если чего в чат пишите если что-то плохо видно чтобы я старался это поправить котики котики тематика не знаю рэп хип-хоп ну тут калочку эту ставить иначе не состоится так настройки по сообществу какие нам нужны настройки все здесь в управлении первое что нам нужно это настроить то чтобы у нашего бота были сообщения ну то есть чтобы у сообщества были сообщения соответственно чтобы можно было делать бота чат бота так и поэтому нам нужно зайти во вкладку сообщения здесь и включить сообщение сообщества приветствия можно добавить привет ты тоже любишь котиков вот сообщение открытым дальше такая схема чтобы подключиться к вконтакте и управлять как его сообщениями сообщества через программы через программный интерфейс для этого есть такая штука в программировании называется api это там по моему application программ интерфейс так расшифровывается то есть это интер программный интерфейс приложения то есть интерфейс через который мы можем взаимодействовать при помощи какого какого-то кода каких-то команд с каким-то приложением в нашем случае с вконтакте вот и чтобы подключиться по этому интерфейсу нам нужен какой-то ключ доступа не может же каждый подключиться человек к нашим сообществом поэтому у нас должно быть уникальное какое-то слово какой-то ключ секретный которому подключить через которым подключимся вот чтобы его сгенерировать называется эта штука токен чтобы мы такие приходим в контакте стучимся даем вот вот токен так нет видео так что а что у нас там за буферизация нас лагает или чё а а а так окей так сейчас нормально все отпишите мне плиз а то я не понял у меня тут чатик ограниченный так а пишет да обнови окей спасибо окей повторюсь еще раз мы зашли в сообщение включили сообщение сделали приветствия чтобы подключиться к серверу вк нам нужен токен задержка лютая я не знаю может ли это быть из-за моего интернета или мощностей у меня вроде нормально все пишет но вообще общая рекомендация всем не сидите через вай фай никогда да у меня тут может быть какая-то нестабильность соединения в целом но скорости нормальный так api токен нужен токен он генерируется здесь в настройках и есть раздел этот работа с api то есть какая-то уникальная штука по которой нас будет вк идентифицировать что мы владельцы этого сообщества и мы имеем право управлять вообще сообщение здесь нужно нажимаем создать ключ и в общем то если вы хотите чтобы вы могли через программ программы управлять вашим сообществом полностью то ставьте все галки вот но мы в частности будем сообщениями только пользоваться пока так вот здесь там ваш номер высветится и вам нужно будет подтвердить эту штуку сейчас блин надо было раньше нажать наверное это а нет все это достаточно быстро вот у меня высветился код позвонили мне на мой номер подтвердился он и все я получил уникальный ключ вот сейчас его все видят правда не такой он уникальный теперь но я думаю ручками переписывать его со стрима будет не так удобно вот я его скопировал себе и и мне надо его конечно сохранить мы его будем использовать в проге создадим это у меня такой этот проводник не пугайтесь создам просто блин у меня даже текстовый документ обычно нельзя создать а нет вот текстовый документ назову его как-нибудь чат-бот но на самом деле нам нужен не совсем текстовый документ но пока я сделаю текстовый потом скопирую туда токен сохраню его думаю так чтобы он там лежал вот сейчас немножко про то как мы будем с питоном вообще взаимодействовать а из-за камеры что-то не видно да мне надо ее немного уменьшить наверно ой сейчас поедет эта штука а тут у меня чатик давайте я себя искривлю так вот нам нужен питон в общем-то питон что это такое это такой язык программирования и наверное думаю растут все уже питон питон и все знают что такое языки программирования в целом это просто какая-то способ донести компуктеру что мы от него хотим вот при помощи разных способов можно в том числе питон самый популярный у него есть куча преимуществ потому что он кроссплатформенный на нем пишут разные вещи абсолютно там от сайтов до игр в том числе и чат-боты поэтому вообще выучить питон это дело хорошее вот загуглим питон просто и выйдем на главный сайтик питон.org вас выкинет здесь можно его скачать просто наводите download устанавливаете по установке там все стандартно единственное что я даже снес себе питон установил заново чтобы показать эту штуку потому что с ней очень много страдают люди обычно когда питон устанавливают когда его устанавливаете обязательно поставьте эту галку вот эту вот add pass add питон to pass короче это чтобы вы могли через командную строку нормально устанавливать дополнительные библиотеки для питона в том числе для вконтакте нам понадобится библиотека дополнительная вот вот это галка а здесь так просто install там нажимаете галку поставили и все там стандартненько идет вот дальше нам для работы с вк нужна специальная библиотека питоновская это в капе как устанавливают обычно установить питон за 10 часов да сорян я долго иногда рассказываю можно себя вниз спустите да могу себя вниз спустить вы чат хотите читать так какое айди посоветую я на самом деле пишу в соблами просто вот пайчар многие любят да пайчар многие любят действительно ну мне он как-то не не зашел вообще сколько я им пользовался я так как у меня никогда нету вот такой потребности в больших разработках я типа когда небольшие какие-то скрипты пишу которые мне нужны там под рукой что-то вытащить что-то распартить и так далее я использую просто sublime текстовый редактор очень удобно да да так устанавливаем эту штучку ну нам нужна просто командная строка кто не знает как зайти у нас внизу есть тут у кого windows 10 поиск можно ввести cmd или командная строка она у вас вылезет либо вин кнопочка где флажок плюс r и командная строка тут выполнить cmd окей командная строка вот так как мы эту галочку поставили при установке чтобы установить библиотеку мы пишем простую команду pip install vk ap так она у меня уже установлена либо да она установлена поэтому у меня все быстро прошло а так она чуть подольше обычно вот у нас есть библиотечка теперь можно писать программу чтобы писать программу так можно либо если у вас в винде включен можно включить этот расширение файлов то есть чтобы у вас вот эта точка и было написано как файл там .png jpeg и так далее вот и у питоновских всех файлов просто нужно указать .py название название файл .py вот и тогда по сути это у вас уже превращается в питоновский файл и вы можете даже в обычном блокноте его прогать и все ок будет вот либо вы можете вместе с питоном обычно устанавливается idle это такая как его можно я не знаю можно ли это назвать средой разработки то есть это инструмент в общем в котором можно писать на питоне и в нем сразу можно делать вот новый файл вы там читаете и здесь вот прогаете сохраняете его в этом сохраняете где он должен лежать у вас например сюда я могу сохранить тут писать там нажимаете f5 питон запускается а так если вы пишите в текстовом файле обычно обычно здесь то вам надо будет через командную строку его запускать либо открывать опять же в этом idle и запускать но через командную строку обычно удобнее так давайте уже приступим к написанию для начала нам понадобятся библиотеки это в общем этот самый вкапи который мы только что установили для этого в питоне чтобы подключить какие-то библиотеки подтянуть и использовать есть слово импорт я думаю вы уже знакомы с ним вот через запятую можно остальные библиотеки подключить ну давайте по мере их по мере необходимости будем их подключать вот это вот этот вот токен который мы скопировали нам нужно положить переменную кто первый раз вообще слышит что такое переменная это типа такой контейнер куда мы складываем какую-то информацию она там у нас лежит и мы используем ее когда нужно и просто вот такую длинную строчку назвать коротким словом токен намного удобнее вот здесь переменную токен дальше нам нужно подключиться по нашему токену при помощи библиотеки вкапи авторизоваться как-то вот для этого нам нужно сначала сессию создать вот я создаю переменную сессию использую библиотеку вкапи мы пишем вкапи точка там внутри в нее библиотеку лежит класс вк в большой точке с большой буквы api с большой буквы и здесь мы указываем чтобы этот класс создать нам нужно токен указать мы указываем мы хотим создать сессию как токен мы используем нашу переменную токен вот эту вот длиннюшую вот дальше нам нужно этот токен авторизовать есть команда такая у нас тоже вк для сессии пишем точку нижнее подчеркивание аус токен вот эти две строчки у нас получается позволяют все мы мы подключились как бы к нашему сообществу можем им управлять теперь тут дело только за нашим воображением так там в чате что-то пишут интересно нет кстати чат у меня не листается наверх к сожалению так вот дальше давайте сделаем самую простую прогу которая будет просто на любой какой-то запрос отвечать там что-нибудь привет стандартные или в таком духе вот для этого нам нужно чтобы наш чат-бот постоянно читал все постоянно с компа у нас шел на сервер и запрашивал серверов вконтакте пришли новые сообщения или нет спрашивал вот это нам нужно делать постоянно чтобы если вдруг новое сообщение приходило мы через секунду уже отвечали чтобы постоянно проверять что-то можно использовать цикл цикл программирования такая штука которая как мне сказал один человек интересный циклит просто ну в общем конструкция которая повторяет какое-то действие вот известный цикл если имели дело с другими языками программирования то там тоже есть это слово то есть это пока и тут какое-то условие можно обозначить что когда цикл закончится но мы напишем здесь такую штуку while true по сути это цикл который никогда не закончится бесконечный цикл наш который будет читать сообщения всегда вот в питоне у нас всегда после каких-то конструкций типа после того как мы объявили цикл или условия или что-то подобное у нас всегда отступ поэтому сейчас весь код уже пойдет с этой с этого отступа так я надеюсь нормально видно код крупнее вроде нет смысла делать та-та-та разве там нет такой штуки которая сама отправляет запрос на серверах когда сообщение приходит да такая штука называется типа вебхуки на многих вещах можно сделать через них вот но здесь будет попроще в нашем случае у нас кода намного меньше получится и нам не надо будет лишние библиотеки подключать просто там насколько я знаю нужно еще дополнительные библиотеки устанавливать а так у нас только один вкапи будет и все простенько мы сможем эту чистоту обращения в целом контролировать поэтому лагать и тупить ничего не должно вот ну и в любом случае наш бот будет всегда работать даже если он ждет какого-то сообщения от как его от серверов поэтому большая разница я думаю нет если вы на своем компе запускаете просто эту штуку топорно да топорно это правда но просто просто и понятно так давайте прочитаем сообщение сразу точнее так мы можем мы возьмем все диалоги с нашим ботом то есть кто написал нашему боту и из этих диалогов будем вытаскивать сообщения на которые мы не ответили брать эти сообщения и отвечать на них как понять как нам вообще взаимодействовать с этим вкапи есть конечно у него документация можно ее тоже загуглить вкапи вот из них есть список методов это вот этот вот самый топорный список методов которые можно использовать просто сразу вот так и из коробки и что-то будет происходить с вашим сообществом с вашими сообщениями и так далее здесь большой список все что вы можете делать через программный интерфейс ну через программный интерфейс группы у вас как у группы есть некоторые ограниченные права поэтому здесь вот есть такая иконочка этот можно этот метод можно использовать с ключом доступа сообщества то есть какие-то методы можно может использовать и группа вот какие-то методы могут использовать только специальные приложения с личной авторизацией пользователя так засунуть втрай меня назвали джином ага засунуть втрай можно конечно просто я думаю мне сказали что на наш мастер-класс ориентирован там на примерно начальный уровень поэтому я с этим как-то не очень хочется заморачиваться но вторая конечно засунуть можно изи так messages это сообщение и здесь есть читалка сообщений get conversations возвращает список бесед пользователя этот метод нам понадобится его мы будем использовать сейчас давайте используем так сохраним наши мэс 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 с н лишнее конечно так вк метод пишем и здесь указываем сначала метод который мы используем а потом параметры с которыми мы используем так как видим название метода у нас мэсс мэссаджес точка get conversations то есть так пишем ну я могу скопировать мэссаджес get conversations и здесь параметры параметры тут же в документации можно посмотреть по моему обязательные это офсет каунт и фильтр то есть смещение то есть сколько мы мы начиная с какого сообщения мы начинаем начиная с какой беседы мы берем то есть смещение понятно каунт это сколько мы беседы берем и читаем и фильтр это какие мы беседы берем тут есть все беседы с непрочитанными помеченные как важные как неотвеченные для ботов обычно используют не соответствует Ну, потому что, как вы замечаете, у вас там любой чат-бот ответит вам сразу, как только вы ему что-то напишите на последнее сообщение. Вот. Как это делается, у нас здесь все засовывается в словарь, где указывается сначала параметр, а потом его значение. Параметр у нас offset. Смещение мы возьмем 0, мы будем брать с первого. Потом count, сколько результатов мы возьмем. Ну, можно 20 результатов взять. Фильтр. Какие сообщения можно? Вот, анонсворт, неотвеченные. С таким запросом мы получим диалоги с неотвеченными сообщениями. Вот. Что нам вернет сервер, здесь тоже должно быть описано. Да, вот число результатов, сами беседы и так далее. Ну, мы можем на это все посмотреть. Я напечатаю эти месседжи, которые мы получили. Напишу себе что-нибудь. И, ну, так как он у меня в вечном цикле, он у меня будет весьма агрессивно выдавать их. Так, запустим. Посмотрим, что он вернет. Ну, уже если запускать через консоль, пишите питон и название файла с расширением py. Вот, он сейчас возвращает, что ноль сообщений, ноль, точнее, ноль бесед с непрочитанными сообщениями. Напишу туда что-нибудь. Написать сообщение. Перейду к диалогу. Привет. И вот, он у меня выводит кучу информации. Количество бесед с неотвеченными сообщениями. И про сами эти беседы он выводит в списке. И информацию о последнем сообщении здесь же можно взять. Так как мы будем отвечать только на последние сообщения, то мы вполне можем взять из этого метода все. Вот, здесь есть некоторый путь внутрь этой структуры, который нам придется пройти, чтобы достать текст. Ну, это можно сделать ручками. Messages. Так, items. Внутри items это диалоги. Внутри диалога берем последний. В последнем диалоге берем last message. Message. И в последнем сообщении. Так, лишнее. Last message. В последнем сообщении берем текст. Вот, так мы получим текст финального сообщения. Ну, и сейчас попробуем его напечатать. Так, а, ну, он у меня, сообщение все так же неотвеченное, поэтому если я сейчас боты запущу, то он будет спамить моим последним сообщением. Привет, 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 привет. Да, выкапы пересылают... Месседж, как пишется, можно в транслейте вбить. JSON, да, он присылает в формате JSON. ВК, сервер, все ответы в формате JSON присылает. Так, это текст. Дальше нам, чтобы мы получили этот текст, нам нужно как-то ответить. Кому отвечать, надо тоже знать. То есть, тому, кто нам написал. То есть, из этого же последнего сообщения мы можем вытащить уникальное ID пользователя. Сделаем переменную userID. И здесь тоже из последнего сообщения вытаскиваем просто userID того человека, который нам это сообщение отправил. Так мы получили текст сообщения и его userID. Теперь мы можем отвечать по сути. Давайте напишем дефолтный ответ на любое сообщение, используя также vk-метод. Твой токен слили в сеть. Очень обидно, что мой токен слили в сеть. Можете написать ботом для моего токена, для моего сообщества. Так, нам нужен vk-метод тоже мы используем. Только теперь отправляем сообщение. Мы можем посмотреть отправка сообщения. Опять же, просто как вы заходите в документацию, вам что-то нужно. Можете искать по странице. Отправляем сообщение send. Messages.send метод называется. То есть, указываем сначала название метода. Messages.send. Отправка сообщения. Дальше параметры. Какие параметры у отправляемого сообщения? Это, что у нас, текст в самом сообщении, кому мы отправляем сообщение. И еще один важный параметр обязательный, random id. Давайте сначала укажем, кому мы отправляем и текст, а потом укажем random id. Так, а, как параметры у нас указываются так же в виде словаря. Название, параметр, значение. Сначала userid укажем. Userid две точки, userid. Потом само сообщение, это message. Параметр message. И значение сообщения. Это что-нибудь. Привет, я бот. Ничего не понимаю. Окей. И random id. Random id этого... Если, например, два или более человек отправляют одновременно сообщение, цикл с этим справится. У нас тут отвечает человек нет, но... Да, но он ответит. Потому что он пройдется по всем по очереди последним сообщениям и всем просто ответ ответит. И для него это несложно. Так. И random id. Random id это что за штука? Возможно, вы замечали. Бывает... Бывает, боты подлагивали раньше. Вот, я не помню, как давно, но... Но пару раз такое в жизни было со мной, что бот меня отправляет два раза подряд одно и то же сообщение. Потом это, видимо, решили фиксануть. И для этого ввели random id. Чтобы... Обязательным параметром. Чтобы, когда мы отправляем сообщение от имени бота, чтобы если у нас что-то залагало вдруг, и мы одному и тому же пользователю одно и то же сообщение решили отправить два раза, ну, если случайно у нас что-то залагало, отправилось сообщение два раза, то у нас вк не отобразит... Это, там, второе сообщение. Отобразит только первое. Вот. И чтобы такого не было, есть random id. То есть мы программно назначаем сообщение уникальный какой-то случайный идентификатор, и что если два раза подряд от нас приходит на сервер одно и то же сообщение одному и тому же пользователю, но с разными уникальными рандомными идентификаторами, то сервером это воспринимается нормально, и он просто пишет два раза подряд одно и то же сообщение. Вот. Поэтому обязательный параметр random id. Random id, и он, так как он рандом, он должен быть случайный, да. Для того, чтобы генерировать случайные числа, есть в питоне библиотека random. Вот. и там мы можем сгенерировать случайное число. Random.randint от одного до тысячи можно сгенерировать. Вот. И вот эта вот строчка, она уже у нас отправит сообщение в ответ на любое. Сейчас запущу бота. Вот это userid, а, это я неправильно здесь написал, не посмотрел в этой, как его, в структуре ответа, там, по-моему, называется этот параметр, от кого пришло сообщение, from id. Сейчас запущу еще раз. listindex out of range. Ага, у меня нет новых неотвеченных сообщений. Сейчас надо... Ммм. Забыл поставить проверку. У нас вполне нормальная ситуация, что сообщение у нас не приходит боту, и отвечать ему не на что. Вот. Для этого в диалогах надо посмотреть, есть ли вообще у нас эти... Та-та-та. Так. О чем это я говорил? А, да. Могут быть диалоги без прочитанных вообще сообщений. Как его... Блин. Мысль утерялась, зочиталась в ваши чаты. Может не быть вообще сообщений нашему боту. И поэтому надо сначала посмотреть, есть ли какие-то сообщения. Месседжес у нас в этой структуре могли видеть, когда я печатал. Там есть этот каунт. Сейчас покажу. getConversations в ответах есть каунт. Вот число результатов. То есть, число диалогов неотвеченных. И если только они есть, то есть, их больше единицы, тогда мы будем пытаться доставать какой-то текст с последнего сообщения юзер-ид и что-то отвечать. Иначе, если нам ничего не написали, нам отвечать нечего. Так, запущу еще раз. Да, все окей, работает. Теперь попробую что-то боту написать. А, вот, он мне ответил. появится ябот, я ничего не понимаю. Напиши ему еще что-то. А, ответ. Жду ответ. Ага. Вот, в общем, я два раза написал что-то. бот должен мне ответить. Сейчас прочитать сообщение и ответить. Но, видимо, у нас тут он не ответит. If message больше нуля. Да. Ошибка. If message больше нуля надо было указать. это, спасибо, что сказали. Тут мозги распылись на трансляции. Messages count, если больше или равно один, если хотя бы один написал мне что-нибудь. Вот, сейчас ответит. У нас тут шарящие люди сидят. Ну, как шарящие? Это, наверное, не очень сложно понять. Ну, спасибо. Вот, отвечает. Дальше из простых вещей, что можно с этим ботом поделать. Можно в зависимости от какого-то текста вхождения отвечать. Там, если текст привет, ну, это так, банальные вещи. Если текст равен привет, ну, и давайте этот текст, даже если он написан с большой буквой или большими буквами, его по помощи метода lower сделаем весь в нижний регистр, и вот, если там написали нам привет, то мы ответим привет. если, если нет, то я бот, я ничего не понимаю. Это у нас можно вставить в ветку else. То есть, в противном случае мы ответим просто я бот, я ничего не понимаю. так, это из простых вещей. Ну, и здесь можно при помощи тоже конструкции alif текст еще какой-то отвечаем так-то alif еще текст такой-то отвечаем так-то. Ну, такая вот искусственный интеллект руками. Раньше, кстати, с таким баловались в свое время. Вот, я сейчас напишу привет, должен быть привет. пишу что-то другое. Он пишет я бот, я ничего не понимаю. Так, в общем-то простой как раз бота есть у нас с ним дальше уже можно что-то делать, какие-то вещи подключать интересные, придумывать. Давайте почитаю, что у нас там пишут наши тролли. кнопки кнопки в питоне выводить. Кнопки в питоне в диалоге это у нас нужно подключить, подключать дополнительные эти библиотеки устанавливать. Могу из таких вещей, которые мы сейчас можем сообразить за 20 минут, это прикреплять сообщение, показать. вот могу прикреплять не сообщение, а прикреплять вложение, как они работают, рассказать. Это будет достаточно быстро. Давайте сначала скачаем какую-нибудь картиночку, раз уж у нас так все нормально пошло и все люди в теме. котик у нас все-таки котики-котики называют сообщество. Сохраню картинку. Вот она у меня лежит здесь рядом с моим ботом. Вот теперь мне нужно эту картиночку загрузить на сервера ВК. вот допустим на привет у нас отвечает привет и сделаем еще одну ветку разговора делаем еще одну ветку разговора в противном случае если нас попросили скинуть фото ну или фото короче писать будет фото вот вот в таком случае подгрузим картиночку подгрузим картиночку и отправим сначала нужно делать загрузочку у нас подключить загрузчик его к ВК uploader он у нас тоже в стандартной библиотеке лежит vk.py vk.p.upload .vk.upload вот вот такая библиотека для загрузки всяких медиа вложений это медиафайлов это могут быть просто фотки видеодокументы и так далее я потом покажу полный перечень и документацию как найти так и нам это надо подключить к нашей сессии ВК подключили загрузчика посмотрим сейчас документацию покажу по загрузчику у нас ВК upload вот ВК upload вторая ссылка в поиске класс он может у нас загружать фото обычное ну тут с параметрами какие фото только для отправки в сообщениях что еще всякие для группы фотка фото для маркета аудио видео документы ну и так далее тут можно посмотреть но здесь к сожалению нет разметки по правам для группы то есть здесь почти все вот эти вещи к сожалению от имени группы нельзя сделать то есть в сообщениях можно загрузить фотку в например в этот в альбом какой-то в сообществе он по-моему не даст или или видео не даст я не помню в общем права они четко не разграничены что-то я закрыл давайте покажу вот фото мы будем использовать то есть фотка только для сообщения нам нужно используем фото так получается используем наш uploader . фото и здесь читаем загрузка изображений в сообщении это у нас фотка и для какой беседы загружаем беседу можно не указывать можно использовать любой фотка это несколько фоток может быть либо одна если их несколько то это список из путей к изображениям если одна то это просто путь к изображению если у нас лежит в картиночка в нашем в нашей же папке рядом с кодом то путь немудренный путь просто есть название файла вот если у вас расширение опять же не включено то можно в свойствах посмотреть какое расширение файла чтобы указать точка что-то там вот так мы загрузим наше сообщение но просто нашу картинку но просто загружать картинку смысла большого не имеет если мы о ней ничего знать не будем нам все-таки потому что когда мы загружаем на сервера вконтакте картиночку нам надо знать какой ей уникальный идентификатор медиа вложения дал вк вот поэтому всю информацию которую нам вернет вк по поводу этой картинки нам надо сохранить почему надо сохранить потому что мы будем опять же отправлять медиа вложения через месседжи send и сейчас опять вернусь в него наверное да и мы будем использовать вложение attachment предправки сообщения и здесь нужно знать определенные цифры если картинка рядом с кодом пути стима файл надо путь стиме файла так здесь у нас указываем сначала тип медиа вложения потом owner id то есть владелец в нашем случае это будет наша группа котики котики да принимаю принимаю вот это ее вот айдишник будет owner id но у всех групп вконтакте у них с минусом этот owner id в начале здесь нужно указывать вот ну в общем после загрузки мы посмотрим с каким оунером id в итоге загрузилось потом нижнее подчеркивание и уникальное медиаид который нам тоже вконтакте вернет вот пример как это выглядит вот здесь еще есть тоже с этим с кодом доступа это если вложение не мы загружали вот но сейчас мы разберем случай только когда мы загружаем и все простенько очень мы загружаем и отправляем проблем никаких возникнут не должен давайте я напечатаю в итоге информацию которую нам вернет по поводу картинки после загрузки так я запустил сейчас попрошу фото и он мне должен фото фото так и сейчас у меня должен спамить начать да выведу информацию сейчас в соблайме всем ну так покрупнее вот так нормально вроде ровно вот информацию которую он нам вернул так это по поводу альбома по моему это стандартные показатели минус 64 если мы загружаем в сообщение для использования в сообщении а не в какой-то альбом то есть время когда дата когда мы загрузили вот это айди это то что нам нужно это как раз этот уникальный идентификатор медиа вложения оунер айди это опять же айди нашей группы только с минусом спереди тут есть ли теги ключ доступа и размеры картинки он потому что загружает сервер ее сразу в несколько размеров там переводит для отображения в разных местах по разному и здесь вот есть ссылочки все на эту картинку которую мы загрузили так вопросы посмотрим может ли бот отправлять граффити нет он не может отправлять граффити к сожалению у него нет такого этого таких прав вот так нам нужно идишник и оунер идишник давайте их вытащим назовем медиа айди печально медиа айди это у нас мг а еще важный этот важное замечание здесь у нас все это дело в списке большом списке потому что помним да фото месседжес мы могли несколько фоток прикрепить то есть здесь было бы так через запятую вот информация о каждой фотографии которую мы загрузили если мы за раз несколько загрузили поэтому нам сразу же так как мы делаем одну единственную загрузку фотки то мы возьмем сразу вот этот вот из мг вот эту вот самую первую последнюю фотку и из нее уже возьмем информацию об айди просто вот получается медиа айди это у нас просто айди и оунир айди оунир айди он у нас есть так и называется оунир айди такс теперь пробуем отправить пробуем отправить здесь у нас месседж теперь необязательная история можно делать только вложение вложение у нас аттачмент смотрим смотрим вот он аттачмент то есть теперь у нас новый параметр аттачмент и он обязательно должен выглядеть вот в таком виде тип вложения оунир айди нижнее подчеркивание медиа айди давайте его сделаем сначала фото потом прилепим в питоне напоминаю строчки слепляются у нас конкатинация просто плюсиком прилепим сюда медиа айди а нет у нас там оунир айди да порядка нет прилепим оунир айди потом прилепим нижнее подчеркивание и последнее это медиа иди вот таким образом мы загрузили фотку получили они информацию и просто говорим когда хотим отправить сообщение говорим отправь такое то такое то вложение которое у тебя уже там лежит нашему пользователю так но здесь есть кстати ошибка если посмотреть здесь на айди на унир айди и посмотреть вот на эту строчку то можно что-то понять конкатенация равно прилепление это да насчет конкатенации и прилепления вот у нас здесь как раз ошибка кто-нибудь мне там в чатик бомбанет кто знает в чем ошибка но это такое обычно да так как там минус ну нет там чуть не 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 в минусе именно проблема проблема именно в том что это да это циферки ну минус показатель этого да что оно все без кавычек у нас это цифры питон у нас как бы разделяет немножко строки и цифры и нам вот эти вот цифры надо сделать строками чтобы их слепить в итоге потому что привет плюс 5 это непонятно что поэтому сначала преобразуем по помощи функции стр в строчный вид все это дело стр стр вот оно преобразуется уже прикрепляется и должно отправиться давайте глянем запускаю а ну и сейчас он мне в общем-то должен уже прислать потому что вот он я попросил фото он отправил фото я пишу при сейчас заново привет что-то другое я буду ничего не понимаю фото это котик котик чудненько вот единственное что можно поменять так это не загружать каждый раз фотку одну и ту же потому что она по сути она на серверах уже лежит но и мы ее каждый раз опять загружаем загружаем вк ей дает новый этот медиаиди мы этот новый медиаиди каждый раз используем и по хорошему нам нужно там фотки один раз взять загрузить которые мы хотим чтобы наш бот использовал и потом вот эти эти строчки уже не использовать сейчас я их закомментирую уберу просто чтобы они не работали зачем я их убираю а надо надо сначала нам сохранить хотя бы как-то нашу финальную вот это вот вид прикрепления вложения чтобы я сейчас напишу фото попрошу чтобы он мне высыл фотку и напечатал мне вот в консоли как это выглядит фотка со всей информацией о ней и сохраню ее не знаю cats сохраню ее в мою коллекцию фоток с котиками так вот и того у меня здесь вложение вложение теперь может храниться в таком виде может могу удалить с компа просто этого кота удалил его потом что еще могу теперь вот эти все вещи насчет загрузки убрать и теперь когда мне просят фото я просто буду отправлять фото котика вот вот эту самую строчку потому что после загрузки все уже на серверах вконтакте хранится один раз загрузил и могу использовать сколько хочу так можно делать свои коллекции фоток вот вот ты например смотришь на эти циферки и как там матрицы делали ребята смотрят на циферки вспоминают и понимают что это девушка в красном платье ты смотришь и такой ага это у меня котик типа того если на него целый день пялиться то наверное можно запомнить давайте загружу еще парочку штук и сделаем так чтобы наш бот отправлял просто рандомную фотку из нашей коллекции ну это так чтобы что-то красивое в итоге получилось еще котики фото вот царский нет нам не подойдет такой формат там был формат неподходящий а но надо мне открыть его отдельно сохранить изображение да мне нужно чтобы он чтобы jpeg был png и все в таком духе вот у меня jpeg фотки теперь загрузки также будут работать у нас только другие названия файлов я их сюда ставлю также подгружу также напечатаю название как его вот эту вот уникальную строчку медиа вложения ну а тачменты ставлю старого котика с принт ой все стер тут у меня как было фото фото плюс медиа owner id плюс нижнее подчеркивание плюс медиа иди чат бота запущу фотку попрошу котики котики рэп вот у меня он вывел именно информацию о другой картинке я ее себе сохраню списочек и последнюю картинку какая у меня там здесь было бакэнджел что-то такое а здесь вот что-то такое заново запущу фотку попрошу и картинка где моя вот картинку опять он загрузил заново и последняя строчка характеризующая медиа вложения вот у меня здесь оунир айди везде одинаковый айдишники у картинок видите подряд кстати назначаются у меня вот картинки теперь я могу удалить и из этих картинок теперь загрузчик тоже теперь остановлю и пусть у меня на запрос фото будет отправлять мне котиков из моего списка рандомный выбор из списка у нас есть в библиотеке рандом функция называется choice рандом точкой choice то есть просто рандомный выбор из котиков выбираю рандомного котика когда меня просят фото что посмотрим что получилось в наших часовых стараниях чат бот привет привет как дела ничего не понимаю фото давай котика ошибку там не выдал нет 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 в чем же дело фото вроде правильно написал фото месседжи сэнт чейс 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 неправильно написал кажется да чейс это по-другому пишется а нет чейс правильно написал нет кто подскажет молодежный код да так блин чейс любом непонятной ситуации гугли рандом че мое знание английского да чейс ну-ка давай-ка еще разок ура отправил попрошу еще раз фото опять того же кота давай-ка другого балдежного мы ждем вот он ура балдежный кот так чейс спасибо спасибо ребята спасибо всем кто был да спасибо всем кто был с нами я думаю мы будем завершать нашу трансляцию всем счастливо вот еще код повисит на записи думаю сможете все посмотреть еще раз пока пока Продолжение следует...